Модернизация Казахстана всегда была среди главных приоритетов для первого президента Нурсултана Назарбаева. Любая модернизация – это всегда непросто. Это всегда означает необходимость сделать шаг вперед от привычного образа жизни, от устоявшейся традиции. Поэтому настолько редко встречаются политики, у которых есть видение перспективы, и политическая воля для решения может быть даже непопулярных сегодня вопросов. Именно такая ситуация сложилась с идеей перехода казахского языка на латинский алфавит. Для казахского общества это на самом деле революционная идея. Нурсултан Назарбаев впервые выдвинул ее в 2012 году в рамках стратегии «Казахстан-2050». Без алдағы вақытта да мемлекеттік тілді дамуты жөн дөгі кешенді шараларды жүзеге асырды табандылықпен жалғастыра береміз. Казах алфавитның 2000 жылдан латин графикасыны көшірігі дайындық жұмысын осы бастан қолғалу қажет. Бұл қазақ тілін жанғыртып кана коймай, оны осы заманғы акпарат тіліне аналдырады. С самого начала было понятно, что переход на латиницу потребует значительных ресурсов и огромных усилий со стороны государства. Кроме того, было также очевидно, что вопрос изменения алфавита неминуемо вызовет острые дискуссии не только внутри республики, но и за ее пределами. Конечно, стоит упомянуть и те опасения, которые некоторыми политиками высказывались и в России. К примеру, один из депутатов Госдумы Журавлев говорил, это явно недружественный шаг по отношению к РФ – переход на латиницу. Однако такое мнение было достаточно маргинальным. С учетом того, что на латиницу уже довольно давно перешли Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, подобная критика решения Казахстана со стороны отдельных депутатов выглядит не слишком логично. Официальные власти России вполне предсказуемо заявили, что это внутреннее дело Казахстана. Здесь стоит отметить выбор президентом Нурсултаном Назарбаевым тактического момента для решения о переходе казахского языка на латиницу и то, что для этого перехода было выделено достаточно времени для того, чтобы найти наиболее оптимальный вариант. Это было глубоко продуманным и четко выверенным решением. В 2013 году первый президент Нурсултан Назарбаев говорил, «Кое-кто совсем безосновательно увидел в этом некое свидетельство изменения геополитических предпочтений Казахстана. На этот счет скажу однозначно. Переход на латиницу — это внутренняя потребность в развитии и модернизации казахского языка. Переход на латиницу не означает отказ от русского языка от кириллицы. Латиница прежде всего будет касаться казахского языка. Кириллица остается». В этой ситуации можно провести параллель с историческим решением основателя современной турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка о переходе турецкого языка на латинский шрифт, принятая им в 1928 году. Ататюрк как раз стремился разорвать символическую связь современного турецкого государства с Османской империей, в последние годы в своей жизни превратившуюся в отсталое и архаичное государство, которое тогда называли не иначе как «больным человеком Европы». Турецкая латиница в некотором смысле должна была олицетворять собой стремление новой Турции к прогрессу и модернизации. Опыт Ататюрка по модернизации своей страны уже тогда впечатлил многих в Советском Союзе. Так в 1930 году под комиссия по латинизации под председательством Николая Феофановича Яковлева сделала заключение о неизбежности перехода русского языка и еще 16 языков СССР на латиницу. Очень интересно, что и тогда среди казахских интеллектуалов были критики перехода казахского языка на латиницу. Одним из главных сторонников сохранения казахской арабицы был автор ее модернизированной версии Ахмед Байтурсынов. В 1926 году во время Первого Всесоюзного тюркологического съезда, прошедшего в Баку, он говорил «Мы можем ставить вопрос алфавита тогда, когда он неудачен, или вообще ставить вопрос об алфавите, когда его нет. Но он у нас имеется, поэтому незачем ходить за другим алфавитом. Мы, казахи, в настоящее время имеем самое идеальное правописание». Однако большинство присутствовавших на том съезде все-таки выступали за переход тюркских языков на латиницу, потому что видели в этом серьезный потенциал на пути модернизации. В 1929 году официально был принят казахский алфавит на основе латинской письменности. Но история казахской латиницы продлилась совсем недолго. Политика советского государства изменилась, и уже в 1940 году казахский язык перешел на кириллицу. Одним из отрицательных явлений кириллизации была неестественность алфавита. Например, для передачи 28 исконных казахских звуков применялся алфавит, состоящий из 42 букв. Ситуация начала меняться только после распада СССР. Тогда идея латиницы вновь актуализировалась. Что интересно, в качестве предложения в те годы обсуждалась возможность создания общего для всех тюркоязычных языков латинского алфавита на базе турецкой латиницы. Но первый президент Нурсултан Назарбаев настаивал именно на собственной версии латинского алфавита для казахского языка. При этом он призывал не торопиться и найти оптимальную версию. Поиск идет до сих пор. Но что абсолютно очевидно, что казахская молодежь встретила переход на латинский алфавит с огромным энтузиазмом. Две трети казахского населения родилось в независимом Казахстане. Использование казахского языка позволит им быть готовой к прогрессивным изменениям, а также к ее стремлению к самым современным тенденциям. Және де егер де біз казах тілінің әлемдік тенгеге шықарымыз кесе, онда біз казах тілінің соған ыңғайластырумыз керек. Бұ жерде латын әліппей өте ыңғайлы келеді. Біз онымен толықта келсеміз. В нынешніх казахстанских условиях немаловажным моментом является то, что реформа алфавита может существенно упростить процесс изучения языка, а это сегодня весьма актуальная задача. Сейчас в мире основная часть информации создается именно с использованием латинской графики. Так, за 2005-2015 года среди опубликованных в базе Web of Science статей 75,2% были на латинице и только 2,4% на кириллице. Переход казахского языка на латиницу – это один из важнейших модернизационных проектов первого президента Нурсултана Назарбаева. По своему масштабу и значению этот проект не уступает революционному решению Ататюрка, которое в корне изменило природу турецкого государства и общества. Не у каждого политика есть возможность сделать такой шаг, который останется в веках. Субтитры создавал DimaTorzok